Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этот воскресный день, в утренний час, в Доме Божьем. И мы будем начинать наше служение, и начиная его, мы обратимся к Господу в молитве, попросим Его благословения. Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты явил милость Твою в очередной раз и сотворил этот день. Господи, мы благодарим Тебя, что тоже по Твоей великой милости и любви мы не исчезли с лица земного, что Ты продлил нашу жизнь и позволил прийти в дом молитвы, чтобы поклониться Твоему святому имени. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Господи, что сегодня любовь Твоя простирается над грешным человечеством, и что Ты продолжаешь звать всякого человека ко спасению. Господь, велик Ты в Твоей любви, и мы прославляем и благодарим Тебя за это. Господи, мы собрались сюда, и мы очень хотим побыть в общении с Тобой. Господи, благослови это служение, благослови, я прошу Тебя, хор поющий, программу, которая будет, всякое участие. Мы очень просим, чтобы Ты благословил слово проповедей братьев, которые будут передавать это слово. «Управь и устрой все, что будет на этом собрании». Я очень прошу Тебя, Господь, чтобы Ты приготовил наши сердца к слышанию Твоих божественных святых истин. Сделай нас способными слышать Твой голос. Господи, я очень прошу Тебя, молю, чтобы Ты сам Духом Святым посетил наше собрание, чтобы Ты наполнил его Твоим присутствием. Господи, мы очень хотим, чтобы Ты пришел к нам. Ты знаешь, кто в чем нуждается, кто может быть в ободрении, в поддержке, кто, возможно, нуждается в обличении, в наставлении. Господь, мы просим, действуй Твоим Святым Духом. Я от сердца молю и прошу Тебя за тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на это место. Господи, посети таковых, посети Твоей благодатью. И я очень прошу, чтобы Ты также прикоснулся к их сердцам, и они могли помыслить о Слове Твоем, помыслить о Тебе. Мы очень просим Тебя особенно за тех, кто находится на удре болезни, в страданиях, в переживаниях. Не оставь, Господи, таковых. Я Тебя очень прошу. Благослови и тех, кто еще не примирился с Тобою. Помоги, чтобы они поторопились, ибо мы видим, что время последнее. Еще раз прославляем Тебя за все. Великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Я приветствую вас, дорогая церковь, за сегодняшнее утреннее воскресное время, когда мы пришли, чтобы слушать Слово Божие. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. был отвержен, не мог переменить мысли и отца, хотя и просил о том со слезами. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. была. А вот ему кушать хочется. Ну, это как бы бывает, да, мужчин особенно говорят, и многие даже шутят, говорят, что вот если мужчину не накормить, проблемы будут. Я помню, как-то детей стал воспитывать, один из них еще маленький был, прибежал к маме, говорит, мам, ты папу накорми, а то он что-то, у него настроение плохое. Знаете, это действительно так. И вот Исау приходит и говорит, есть хочу, вот хочу и дай мне вот этого. А Яков, он хитрый был. Он хотел первородство иметь. Он говорит ему, ты дай мне вот это, что у тебя есть, и я тебе дам то, что у меня. И знаете, он не задумываясь, Исаав, не задумываясь, говорит, а что мне от этого сейчас? Я вот умру сейчас. Я хочу, дай мне. Он говорит, поклянись. И вот он поклялся и вот так вот пренебрежительно Исаав отнесся вот к этому первому, что у него было. И знаете, он получил то, что он хотел иметь сейчас. И может быть оно утолило его вот этот голод на какое-то время. Ну, может быть, на три часа, может быть, на четыре. И он опять стал иметь, захотел иметь того же, что он имел до этого. А то, что потерял, то было вечно. И то было ему дано Богом. И знаете, Бог предвидя вот это вот, что его пренебрежительное отношение, да, он предсказал об этом, но вина была его. И знаете, в этой истории, когда немножко дальше написано о том, что, когда мы вот остановились, что Исаав, он просит на коленях у отца вот этого благословения, отец не дает. Немножко подробнее они написаны в 27 главе. 27 глава Бытия. И давайте мы каждого персонажа особо посмотрим и рассмотрим, как это все было. Как человек потерял. Как оно, может быть, хотел приобрести. И вы знаете, персонажи эти, там было всего четыре человека, да? Исаак, Ревека, Иаков и Исаак. Вот было четыре человека в этой истории, которая записана. И вот однажды Исаак проснулся, он, может быть, и у него болит что-то, и он решил, что он уже умирает. Но он уже был старый, ему было 137 лет. Не ищите, этого здесь не написано. Это можно высчитать. Если кому-то будет интересно, подойдите, я вам расскажу, как это можно, соприкосновляя Писание, несколько мест можно высчитать, сколько ему было лет в этот момент. 137 лет ему было. И вот он, у него, он видеть плохо стал. И он решил, что все, я уже умираю. Надо мне благословить сына, оставить наследство какое-то для него. И, ну, кого мне благословить? Я благословлю вот этого, который мне больше нравится. Которого, ну, вот он первенец. Я вот думаю себе, представляю себе, каждый из этих людей, он что-то хотел, да? Он что-то хотел, которые были здесь четыре человека. Знаете, в Америке здесь поставлено так, что вот на этом «хочу» очень часто многие променивают очень много. Да? Fast food, да? Вот эти Макдональдсы. Люди хотят, они стоят там в очередях, получают вот это. Хотя все говорят, что это неправильно. Это приведет вас к большим последствиям. От этого будут side effects, как они скажут, да? Нет, люди идут туда и покупают. Я хочу новую машину, да? Пожалуйста. Нет денег? Пожалуйста, дадим. Но потом за эту машину ты будешь платить очень долго. Дом, что угодно. Знаете, я слышал, один проповедник говорил такие вещи. Он говорит о том, что, говорит, очень часто мы покупаем вещи, которые нам не нужны. Мы покупаем их за деньги, которых у нас нету, чтобы, может быть, тех людей удивить, которые нам не нравятся. Знаете, и это правда. Это действительно правда. И знаете, вот в этой истории каждый из них хотел. И вот Исаак думает, ну, я умираю, я сейчас сыну отдам. И, может быть, знаете, что двигало им? Неужели он не знал о том, что Бог сказал? Знал. Он знал о том, что Бог сказал. Он знал, что младшему принадлежит вот это благословение. Ревека ему об этом говорил. Ну, знаете, можно вот себя так сопоставлять, думаешь, а может быть, он подумал, ну, может быть, Ревеке там что-то приснилось, а оно-то вроде-то вот так вот лучше получается. Я думаю, что Иаков ему тоже говорил о том, что Исаак он променял, он мне поклялся. Я должен иметь вот это большее. Ну, может быть, по молодости что-то там было, может быть, он что-то где-то ступился. Ну, а к этому времени уже Исааку было с Иаковом 77 лет. Ну, по молодости, может быть, что-то там было. И, знаете, очень часто родители покрывают вот эти вот грехи детей, думая, что они делают что-то лучшее, а оно оказывается-то в худшем состоянии. Знаете, вот он вроде покрыл, он сказал, иди вот, сделай мне, я вот это сделаю для тебя, и будет все нормально. Знаете, и Ревека это дело услышала, и она говорит о том, что, Иаков говорит, Иаков, проблема происходит, сейчас, наверное, вот это благословение, которое вроде как тебе принадлежит, оно-то может быть уйти к Исаву. И, знаете, ее тоже можно понять. В израильском народе было такое, что кто оставался главным в семье после, он должен досматривать был за родителями, а ей хотелось дожить с любимым сыном. И Иакову можно понять тоже, ну, вроде как это мне принадлежит, но я пойду на обман ради того, чтобы получить хорошее. Но это не Божьи методы. И, знаете, каждый из них что-то хотел, но не хотел, или не то, что нужно, или хотел и получить ни тем, ни каким, ни Божьим путем. И, знаете, я так думаю себе, что думал Исаак? Он думал о том, что, ну, вот это будет, может быть, мне, для меня лучше. А того он не знал, что... Он торопился, да? Что для него было лучше в этот момент? Может быть, подождать. Ему оставалось жить-то всего 43 года после этого. А он думал, что он уже умирает, он торопился. И, знаете, вот это вот торопление, вот это вот несоответствие с волей Божией привело к каким последствиям? Он остался обманутым. Он потерял второго сына, который ушел. Он посеял в семье раздор. Один брат говорил, что я убью другого. Знаете, а что Ревека добилась тем, что она хотела, чтобы, ну, сын, может быть, присмотрел за ней. Если для этого я пойду вот на эти ступени, я обману мужа, я, может быть, сделаю как-то что-то по-своему. Ну, за мной-то Бог стоит, Он мне сказал. Методы не Божьи были. И что получилось? Сын в изгнание пошел, а он ее не досматривал. То, что она сильно хотела, она не получила. Несколько десятков лет его не видела. Сына любимого. Знаете, вот это, что она добилась. Только потому, что не хотела подождать. А что получил Иаков? Он потерял семью. Он хотел этого иметь, но он потерял. И знаете, очень долго он был в изгнании. И знаете, его тоже много раз обманывали. Так написано, да, что по сей человек, то и пожнет. И вот он как-то говорит слова, она ему говорит, своим тестям, да, отец вроде бы. Он говорит, ты мне десять раз уже обманывал, переменял мою награду. Вот он пожинал вот этот вот обман свой. А что Исав? Исав тоже пожал. Пожал очень много. За то, что когда-то вот захотел вот этого временного и поменял вот это вечное. Знаете, очень часто в нашей жизни бывают такие вещи, когда мы можем променять. И это не только к молодежи относится. Это относится и к старшему возрасту. И это относится к повседневным вещам нашей жизни. И Библия наполнена таких примеров. Она наполнена с самого начала и до самого конца. Можно анализировать каждого героя и можно определять, что было с ними. Да? Далеко ходить не надо. Авраам, да? Отец Исаака. Бог сказал, подожди, у тебя будет Исаак. Но подождать не получилось. И получился Измаил. И теперь они пожинают до сих пор, да? То, что мы видим сейчас, происходит вот эти войны там. Это все то же самое. Это все Измаил с Исааком воюют. Только потому, что не стали, не подождали, не стали ждать то, что Бог сказал. Знаете, очень много других примеров. Мы можем с вами вспомнить пример. 27 глава «Одеяний». Вот я читал на той неделе. Узник Павел. Сотник. Он у него уже в авторитете был, но пользовался авторитетом. Сотник уже даже отпускал его там увидеться. Он понимал, что человек непростой. И вот они решили плыть на корабле. А Павел ему подходит и говорит, давай не поплывем. Проблемы будут. А он говорит, да вот кончик говорит, у него экспириенс есть, да? Он стажем человек. Он говорит, что нужно. Вот это время и ветер вроде подул, как правильный. И он не послушал то, что Бог сказал. Вот это было первым благословением. А потом что было? Помните, да? А потом была большая буря. И было благословением то, что Бог спас их из жизни. Все спаслись. Но первое благословение было намного лучше. Почему? Потому что ни корабль бы не погиб, ни груз бы с корабля. И сами бы живы остались. И две недели бы не были бы во тьме морской, да? Носились туда-сюда. Страха натерпелись. Вот это было первое благословение. Знаете, Саула, можно вспомнить, тоже не подождал. Самуил сказал, подожди. А он не подождал. Ну вот люди стали разбегаться. Популярность моя, может быть, ну, ниже опустится. И я решил делать то, что делает священник делает. И что получилось? Царство потерял. За то, что боялся, то и потерял. Вот так вот происходит, когда мы не слушаемся Бога, не слушаемся то, что лучшее, меняем на то, что может быть временное. Знаете, это то, что происходит в нашей жизни. Помнится пример о Самсоне. Говорится о нем, остановлюсь немножко подробнее. Это написано в книге Судей. Что интересно, написано о Самсоне, да? Это особо как-то, может быть, для молодежи какое-то предостережение. Что написано о Самсоне? Написано о том, что его родители были особо богобоязненные. Они, когда услышали то, что у них родится сын, они попросили Бога прийти и рассказать им, что нужно делать. Вот дай нам закон правильный, чтобы шаги мы делали. Вот у нас особый сын родится, ты же сказал. Что нам делать? И им Господь говорил, он на заре будет. А на заре нужно делать что? Он говорит, воздерживаться от всяких крепких напитков, от виноградной лозы. То, что вообще она производит, это значит ни винограда не есть, ни изюма не есть. Воздерживайся от этого. На заре не должен был к мертвым прикасаться. На заре не должен был жениться на чужих народах. Это то, что на заре должен был делать. И знаете, что родители соблюли? Написано о том, что когда он подрос, Бог его благословлял. Потому что родители сделали то, что как положено было. А дальше что было? А дальше он пошел и увидел девушку, а девушка была, ну, не с того народа. А ну, а что тут такого? Все же могут. А я почему не могу? Что я особый, что ли? И знаете, ему она понравилась. Он пришел к папе и говорит, я хочу эту девушку. Она мне понравилась. А папа ему говорит, ты что, этого нельзя? Нет, я хочу. И знаете, что они пошли. Они пошли, они угодить сыну решили. Пошли они туда. И написана история, что интересно, виноградник там рос. И вот он туда зашел, прошел мимо. И знаете, вот интересно, что очень часто с молодежью говоришь, они говорят, ну, я же то не трогал. Я рядом там был. И знаете, очень часто у нас происходит такое, что, а вот насколько я ближе могу подойти, чтобы не запачкаться? Не сколько подальше, а сколько поближе. И знаете, что написано об Иове, да? Написано, удаляющийся от зла. Вот он увидел зло и побежал от него. Об Иосифе написано, зло пришло, он убежал от него. А тут Самсон он взял и пошел поближе к винограднику. Он и проходил. А там его знаете, что встретило? Лев. Его лев там встретил. Была проблема там. И знаете, вот он с этим львом так расправился, так Бог дал ему силы. И знаете, очень часто тактика врага такая. Вот он даст вам расправиться, победить первый, чтобы опять же вас подальше, подальше туда заманить. Знаете, он сделал это и даже потом с этим хвалился, шутил об этом, вот я льва победил. Но папе с мамой не рассказал об этом. Может бы папа с мамой что-то бы решили другое, а он им об этом не сказал. И знаете, он пошел, поговорил с той девушкой, она ему еще больше понравилась. И говорит, я хочу теперь жениться на этой девушке. А это против воли Божьей-то. И знаете, вот это вот оно немножко как затягивает. И он в следующий раз пошел, когда решил посмотреть того льва, которого он растерзал. Ну, все-таки герой. Получилось. И вы знаете, он пришел к этому льву, а там мед есть, а меда хочется. А трогать льва нельзя, потому что мертвый. А он на заре. Ну что, я-то хорошее, я мед взял, и чтобы так себе, получается, может быть, чтобы совесть не судил, и родителям дал, но не сказал, где взял. И кушали. И знаете, оно вот это временное, оно может быть какое-то время сладкое, но потом горько от него будет. И знаете, вот потом он, когда хвалился, рассказывал, у него друзья появились там на стороне вот этих филистимлянов. И дошло до того, что у них пир даже вместе был. Он уже кушал то, что они едят. Он пил то, что они пьют. И он женился на той девушке, на которой ему нельзя было жениться. А горько потом было. Девушка эта вышла за друга, за его замуж. И знаете, в итоге он потерял все. Все, что он хотел иметь очень сильно. Он потерял эту девушку и им проблему причинил. Знаете, оно не то, что вы себе сделаете проблему, когда вы на этот плод позаряетесь, новые проблему и тем людям делаете, с которыми вы сообщаетесь. Девушки всю семью спалили, ту, которую он любил. И знаете, что интересно, какое-то время он остановился. Но оно со временем, оно пришло опять. Пришло, и он опять пошел к этим филистимлянам. Не научился. И было то же самое практически, как и в первый раз. Вы помните, когда он пришел к этим филистимлянам после долгого времени, ему ворота закрыли, чтобы его убить. А он взял эти ворота и вроде как в шутку вынес их и на гору занес их далеко. Показал, вот я какой сильный, я могу с вами справляться, могу с вами. Знаете, лев, вот эти ворота, оно вроде как справился. А оно затянуло-то дальше. И со временем, что произошло с ним? Обманули его. Ту девушку, которую он опять полюбил, да, Далида, она ему изменила. Она сделала так, что его потом напросто узником сделали. И знаете, вот он смотрел не туда, куда не нужно смотреть, а глаза потом ему выкололи, чтобы не смотрел. Он ходил туда, куда не нужно ходить. Его прицепили двумя цепями колодий и никуда больше. Да еще медными, чтобы не разбить нельзя было. Он делал не то, что нужно было делать. Он стал молочь, жирно крутить. И знаете, он общество выбирал не то, которое нужно выбирать. У него узники были, друзья потом. И знаете, мне кажется, вот когда вот это все с ним произошло, он особо стал дорожить то, что у него было и что он потерял. Знаете, оно вот всегда в нашей жизни так. Мы начинаем дорожить тем, что мы потеряли. И вот он, я думаю, сидел и каждый день щупал свои волосы, отросли или не отросли. И как он боялся о том, чтобы филистимляне не вспомнили и назад не сбрили. И знаете, Бог его простил. Он молился Богу. Бог его простил. Он назван героем веры. Бог дал ему имя это. Но знаете, сколько бы проблем бы он избежал, и насколько то первое было лучше, чем то, что он потом имел. Пускай Господь благословит нас слушать вот эти вот уроки. Знаете, Библия полна и хороших уроков. Мы с вами можем вспоминать об Иосифе, да? Вот он убежал. Ну да, он приобрел какие-то трудности. Ну а потом, что было с ним? Было что-то хорошее, что-то вечное было. А Данииле мы можем с вами вспомнить. Родители рассказывают это детям своим, для того, чтобы они могли понять, насколько лучше вот это может быть временное, временное, которое они меняют на то лучше, как намного лучше вот это вечное. Да, это временное может быть. Вот с Даниилом, да, были друзья его, три друга, которые отказались вместе, как он, а остальные-то не отказались. И мы о них больше никогда не услышим. Они, скорее всего, погибли. А эти остались жить. И Бог благословил. Знаете, об апостолах мы с вами читаем в Новом Завете, да, когда их привели и сказали, вот мы вас будем бить и садить в тюрьму, если вы будете говорить об Иисусе. А не будете говорить, у вас все будет нормально, так же, как у всех. Да, они выбрали то, что Бог сказал. Да, они имели трудности, но то, что Бог дал, оно было намного лучше. Пускай Господь благословит нас. Да, действительно, Бог прощает. Но действительно, то, что Он приготовил для нас, вот это первое, оно намного лучше, чем то, которое, может, мы потом приобретем. Чтобы мы не теряли этого. Пускай Господь благословит нас в этом. Аминь. Аминь. Помолимся. Сердечная благодарность Тебе, Господь, за это утро, которое Ты даруешь нас. И Ты благословениями благословляешь нас. И Ты приготовил для каждого из нас, Господь, эти особые благословения. И я благодарю Тебя за это. И я прошу Тебя, Ты помоги нам исполнять волю Твою, исполнять Слово Твое, чтобы наследовать их, но никогда не терять. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Господь милосердный, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты даруешь нам жизнь, дыхание жизни, и мы сегодня в Доме Твоем. Благодарим Тебя за слово, которое сегодня звучит и говорит нам о том, что Твое благословение, оно обогащает и печали не приносит. Господи, я прошу милости и благодати Твоей, благословения на нашу церковь, благослови каждого члена церкви, пошли милость Твою, благословения в каждый дом, и благодарю Тебя за то, что Ты даруешь нам материальные средства, чтобы мы могли жертвовать на дело Твое, Господи, благослови, чтобы и церковь наша развивалась, расширялась, благослови все желания. Прошу также за миссионеров, которых поддерживает наша церковь, благослови их там на труде, дай, чтобы еще многие услышали о спасении, могли прийти и покаяться к ногам Твоим. Господи, благослови, прибудь с нами наш вечный Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 проник в холодные сердца, и совесть в них заговорила, и люди стали уходить. И в страхе женщина застыла, не смея слово проронить. Он видел все, и удивление, и раскаяние с души, и прозвучало повеление «Иди и больше не греши». И я прошу, великий Божий, дай никого не осудить, себя, чтоб я судила строже, других же, чтоб могла простить. Аминь. ПЕСНЯ Бежит река, прекрасная река, Ее все люди временем зовут, Над ней властна Господа рука, Бежит река, бежит река, Ее объятия, кружится земля, Как легкая пушинка на ветрах, Ее объятия, друг мой, ты и я, Бежит река, бежит река, Бежит река, бежит река. Бывают штормы, бури, ураган, И кроются в тумане облака, В руках Творца Вселенной жизни план, Бежит река, бежит река, А берег вечности так близко к нам, Мы видим свет Его издалека, Но без Христа не будет счастья там, Бежит река, бежит река, Бежит река, бежит река. Христос дает спасение и жизнь, К тебе Его протянута рука, За руку, Господа, мой друг, держись, Бежит река, бежит река, Когда на берег выйти час ведет, Слетенью Господа на облаках, Тебя Он сам за руку поведет. Бежит река, бежит река, Для каждого отмечена черта, И на земле жизнь очень коротка, Спеши принять спасение Христа, Пока еще бежит река, Бежит река, бежит река, Начинается с самого себя. Я думала, как мир погряз грехах, Ему бы не мешало измениться, Но мир громадностью своей вселяет страх, Он небо, я лишь маленькая птица, Он океан, песчинка, я на дне, Он снегопад, а я одна снежинка, Я звездочка в бескрайней вышине, А в Антрактиде я всего лишь льдинка. Мне мир не изменить, не хватит сил, Быть может, город я смогу исправить, Он по размерам меньше, чем весь мир, Что к этому могу еще добавить? Но город тоже не подвластен мне, Грехов так много, я одна не справлюсь, И молча на коленях в тишине Перед Творцом Всевышним опускаюсь. Господь, скажи, как лучше поступить, Как людям мне помочь чужим и близким, Как научить их верить и любить, И пред Тобой склоняться низко, Как научить других не убивать, Не осуждать, не красть, не лицемерить, И в роддомах детей не оставлять, Как им помочь, Господь, в Тебя поверить, Как подсказать, что нужно всех прощать, В слезах я долго Господу взывала, Боялась зря я время потерять, И, наконец, в бессилии я упала. И тут Господь мне тихо прошептал, От этих мыслей можно заблудиться, Ведь, чтобы мир вокруг красивым стал, Тебе, родная, нужно измениться. Ты прежде измени саму себя, Освободись от страшного порока, Я буду рядом, дочь, я помогу, В огромном мире ты не одинока. Ты прежде измени саму себя, Попробуй и начни с самой себя, Взгляни на мир вокруг глазами веры, И ты увидишь, как вокруг тебя Падут врагом построенные стены. Молись, увидишь, мир весь расцветет, На грешников посмотришь, как на ближних, Знай, что моя рука тебя ведет, И где б ты ни была, я здесь, я слышу. Не падай духом, я всегда с тобой, Молись опять, когда слабеют силы, Я Бог твой, утешитель, я живой, Дитя свое беде я не покину, Всегда я рядом, только не забудь, Ты для меня всех жемчугов дороже, Примером для людей хорошим будь, Я обещал, и я тебя не брошу. Аминь. Великою силой владея Был страшен и грозен самсон В своих волосах на зарея Всю силу испытывал он Всю силу испытывал он Он льва растерзал, как ягненка Ворота он нес на спине И челюстью свежая сленка Врагов победил на войне Но вскоре коварно Давида Всю тайну узнав от него Во сне его кудри лишила И тем погубила его Позорно он взят был врагами Позорно лишился очей И долго молол жерновами Ворочаясь в узор цепей Ворочаясь в узор цепей Когда же в темнице он снова Свои волоса отрастил То вспомнил он жизнь у былого Жестоко врагам отомстил Жестоко врагам отомстил Я это прочел для примера Как могучий самсон без волос В чем сердце не твердая вера В чем сердце не властен Христос В чем сердце не властен Христос В чем сердце не властен Христос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Небо красивое Небо родное Вечное небо И голубое Как хорошо Что ты как не лей Трудный час учешаешь людей Небо для нас Это дом родной С очень большой И мирной семьей Куда б ты ни ехал Везде оно Для утешения людям Для утешения людям Дано Но кирает Трудно идти Нас постигает Горе в пути Нежно глядя Для утешения людям С очень большой Иисуса Христа Небо для нас Это дом родной С очень большой И мирной семьей Куда б ты ни ехал Везде оно Для утешения людям Дано Иисуса Христа Многие люди Живут на земле Не замечая Небо нигде А небо красивое Небо родное Будет оно Будет оно Навеки Такое Такое Небо для нас Это дом Родной С очень большой И мирной С очень большой И мирной семьей Куда б ты ни ехал Везде оно Родной Везде оно Для утешения Для утешения Людям Дано Небо для нас Это дом Родной С очень большой И мирной семью, куда б ты не ехал, везде, а лёд, для утешения людям дано небо красивое, небо родное, небо красивое, небо родное. Только с тобою хочу быть в общеньи, только с тобою страдать. Чувства святые к небу стремленье, ты лишь один можешь дать. Чувства святые к небу стремленье, ты лишь один можешь дать. Лишь на тебя я хочу положиться, и только лишь в слове твоём силу искать, чтоб любить и трудиться, и кротко шагать под крестом. Только лишь чувства твои неземные, я сердцем хочу перенять. Пусть приношенья и жертвы святые у ног твоих в небе слагать. Пусть приношенья и жертвы святые у ног твоих в небе слагать. Пусть приношенья и жертвы святые к небу стремленье, только меня пусть за мненье не встретит, то речь усталости слёз. Вечно светильник, то с радостью светит, той, что послал мне Христос. Вечно светильник, то с радостью светит, той, что послал мне Христос. Академия Академия Субтитры подогнали Симон. 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 Дети давно-давно должны быть дома, а их еще нет Внезапно попал под сокращение, попал в аварию И смотришь, и ничем помочь не можешь Повлиять ничем не можешь И изменить ситуацию эту ничем не можешь Господь учит, а вы будьте спокойны Смотришь, к утру и дети вернулись благополучно И говорят, что там, где они были, просто связи нету И телефон разрядился Попал под сокращение, неприятно, очень неприятно Но я вам не сказку говорю Я год искал работу Тяжело было Действительно я искал Старался каждый день, но из-за моего возраста не находил И в среду получаю последний пейчек с аннеплоймента А вечером в этот день меня звонят, говорят, выходи на работу На прежнюю, где я был А вы оставайтесь в покое Не пассивным, а спокойным Это разные вещи Делайте то, что вы можете сделать А Господь сделает то, что вы не можете То, что пережили израильтяне У моря нельзя объяснить ничем, как сверхъестественным чудом Израиль спокойно перешел По дну Как по суше И как только они оказались на том берегу Это же самое дно Превратилось в болото Да такое, что колеса отрывались У колесниц Параона Торжеству, радости и ликования не было предела, кажется Когда они вышли Когда остался Египет сзади Но тут они увидели, что столб Не облако Чтобы они не путали А столб облачный, вертикальный И днем и ночью Двинулся в пустыню И они вступили в пустыню Сур Братья и сестры, зачем характерна пустыня? Недостатком воды Слишком мало воды в пустыне Не все страны располагают достаточным ресурсом природной воды Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия В основном здесь, в этих странах, импортная вода Которая покупается за счет продажи нефти и газа А эта история, о которой мы сегодня с вами рассуждаем Как раз и произошла в одной из частей Саудовской Аравии Мало воды в их Если вы когда-нибудь шли три дня без воды То вы поймите чувства, которые переживали израильцы там Дети плачут Скот ревет Губы трескаются И на устах одно слово Пить 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 И вдруг они видят озеро Там, наверное, сотни, тысяч Сколько можно мы побежали Прильнули к этой воде И тут же отскочили Горькая вода Невозможно пить Помните, из-за чего Агарь со своим сыном Измаилом Чуть не умерли в пустыне Не стало воды, написано И написано, что она оставила своего сына под кустом Отошла подальше, чтобы не видеть, как он умирает И начала плакать и вопить Потому что в пустыне может помощь прийти только И там написано Вдруг Господь и открывает глаза И она видит, что рядом колодец с прохладной водой Она до этого не видела Братья и сестры, я не случайно Привел пример с Агарию С ее сыном Потому что тогда, когда она попала В такую критическую ситуацию Она не роптала И не начала негодовать И не искать виновного Она начала плакать и вопить К Господу Потому что только Господь Бог дать помощь А Израиль, оказавшись у воды Меры Горькая вода Начал роптать Начал жаловаться Начал негодовать Искать виновного Они кричали на Моисея Что нам пить? Скажите, Моисей мог дать им воду? Почему Бог дал им воду? Нет, не из-за возмущения И из-за громкого крика и ропота А потому что один единственный Из двух миллионов Возопил к Богу Один-единственный В такой обстановке Человеческие сердца Конечно, охватывают страх, нужда Особенно, если вера очень слабая Израильтянам как раз и не хватало Ни веры, ни верности Богу Они не могли даже подумать Взвесить, проанализировать Если Бог Там, у моря Разрешил этот вопрос И они спокойно перешли То неужели этот же самый Бог Не может помочь им Чтобы они не умерли от жажды Братья и сестры Бог реагировал не на крик Недуховных людей А на вопль Моисея Не ропщины Моисея А именно Моисею Бог Дал вопрос Разрешить Эту проблему с водой Спасение израильтян Заключало в том Чтобы нужно было Бросить кусок дерева в воду Казается, простое решение Это мог бы сделать Любой человек Любой израильтянин Но нужно было это сделать С верой Беда в том Что из всей толпы Два миллиона Ни у кого не было Этой веры Кроме Моисея Почему Моисей бросил Кусок дерева в воду? Потому что дерево Брошенное в мере В воду Символизировало Крест Христов Голговский крест Когда дерево Бросили в воду Вода тотчас Стала сладкой Пригодной Для питья Из последних сил Израиль Добирался До этой меры И на месте Где они остановились Они бы все погибли Если бы вода Не сделала сладкой Поэтому мы можем сказать Что это дерево Стало для Израиля Спасением Потому что там никто не умер От жажды Все люди Животные Могли наслаждаться сладкой водой Пить сколько хочешь Иисус Христос Иисус Христос Связан с деревом Голговского креста Посредством этого Голговского креста Чудо нашего спасения Является частью Каждого из нас Однажды поезд Подъезжал к станции Молодой человек Полный здоровья и сил Хотел поскорее Оставить вагон И спрыгнул с подножки Была зима Он оступился Упал И повредил себе позвоночник Он долго лежал в больнице Но на всю жизнь Остался калекой В этом госпитале Работала сестра Милосердия Которая видела Как часто Этот молодой человек Роптал Негодовал Жаловался Она однажды Пришла к нему И говорит Давайте вместе Прочнем одно место Из Библии И прочла ему Это место Которое мы с вами Прочитали Исход 15 глава С 22 по 28 стих Когда она Закончила читать Молодой человек Недумение спросил ее А почему Выбрали именно Это место Она говорит Что я вижу Что вы как Израильтяне Те Умеры Не имеете Хорошей воды Одна горькая Он вздохнул И сказал Вот если бы я мог Найти это дерево Которое бы сделало Все мое горькое В жизни Сладким Она сказала Я знаю того Кто превращает Кто изменяет Даже самое горькое В жизни Сладкое И начало И начало Свидеть Развитиву О Христе И он И он там На постели Принял Иисуса Христа А в заключении Она ему Прочитала 1 Петра 2.24 Он грехи наши Сам вознес Телом своим На древо Дабы мы Избавившись От грехов Жили для правды Ранами его Мы исцелились Когда Иисус Христос Умер на кресте Для его последователей Три дня Не было живой воды В течение Трех дней Трех дней Его смерти Нельзя было найти Эту воду жизни Поэтому ученики В это время Испытали Простите Глубокую горечь Спасение Плоти Израильтян Был кусок дерева Который бросили В воду Спасением душ Всех людей Является дерево Креста Голговского И тот человек Который не познал Что он погибший Еще отвергает Еще отодвигает Свое обращение К Богу Потому что Не видит Своего Гиблощего Положения Я знаю Я верю В то что Когда человек Увидит себя В погибшем Состоянии Тогда приходят Минуты Когда человек Возопьет К Богу Помните В одной песне Есть такие слова Ты пришел Чтоб сладким Сделать горе Ты пришел Чтоб милостью Обнять И дальше А теперь С надеждою живою Я живу Пока свой час умру Ты мне ближе Чем песок Прибою И дороже Чем вода В жару А сейчас Дорогие друзья Я хочу Обратиться К тем Кто еще Не в мире С Господом Друг дорогой Ты можешь Строить Свои планы Ты имеешь Своё Мировоззрение Ты можешь Рисовать Своё будущее Таким Как ты Его представляешь Но я хочу Сказать Что для тебя У Бога Есть судьба Больше того Нежели придут Проблемы В твою жизнь У Бога Уже есть Разрешение На них Прежде чем Иаков Начал голодать Господь Послал Иосифа В Египет И сделал Его вторым Человеком Который Заготовил Тысячи тонн хлеба Чтобы прокормить Не только Египет Но и Всё семейство Своего отца Я просто хочу Сказать Ты просто видишь Ограниченно До первого Поворота Один человек Летел на двухместном Самолёте Над холмистой Местностью Вы водители Вы наверное Все понимаете О чём я говорю Спуск Подъём Спуск Подъём Спуск Подъём Там внизу Пролегал Хайвей С двухсторонним Движением И поэтому Хайвей Удвился Большой Огромный Трак То опускается То поднимая То опускается Пристроившись Сзади Ехал автомобиль Водитель которого Хотел обогнать Этот Медленно Ползущий Трак И всякий раз Когда он Делал попытку Обогнать трак Опять появился Холм И закрывал Обзор И чтобы не рисковать Этот водитель Опять возвращался Назад И так много раз Много раз И лётчик говорит Я с неба Видел Что Хайвей Свободный На несколько миль Вперёд Но то что я видел С неба Не видел Человек С земли Друг дорогой Ты видишь Ограничено Только до первого Поворота Божья Божья знает Наперёд Где Что Когда Может произойти В твоей жизни И он Имеет Разрешение Для тебя Бог не выхватывает Руль Из твоей Из твоих рук Ты держишь Руль Своей Судьбы И решение За тобою Господь хочет Чтоб ты сегодня Можешь сказать Не моя воля А твоя Да будет Не как я хочу А как ты Если Господь Сегодня разговаривал Своей душой Теребил твою совесть Говорил о погибшем Состоянии Самое лучшее время Сегодня Примириться с Богом И да благословит тебя Господь С этим выбором Аминь Помолимся Дорогой наш Небесный Отец Мы от всего сердца Благодарим тебя Что ты продолжаешь Нас вести В небесный Ханаан И ты хочешь видеть Ты хочешь слышать Чтоб мы на этом пути Всегда были послушны Тебе Помоги нам в этом Аминь Аминь Господи Господи Твои 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, собрание наше подошло к концу, и Господь немало говорил сегодня к нашим сердцам. Очень важно, чтобы мы в своей практической жизни постарались исполнять то, что слышим. К нашей церкви передают привет из города Брянска и из города Москвы. Пожалуйста, может быть, есть еще приветы к нашей церкви? Из Осинников, Волгоград, Закарпатье, Салматы и... Я, к сожалению, не услышал, но принимаем. Принимаем и этот привет. Принимаем приветы все, которые передали, и просим также от нашей церкви, если будете куда-то уезжать или звонить, или, может быть, писать, передавайте сердечный христианский привет. Мы просим вас об этом. И также мы сердечно приветствуем, я вижу, в зале, при том, что много наших отсутствует, выходные дни, наверное, отдыхают, но в зале я вижу много гостей. Мы рады приветствовать вас, мы рады, что вы посетили наше собрание, и мы сердечно приглашаем вас, если у вас есть расположение, приходить иногда к нам в гости. Благослови вас Господь. И некоторые важные объявления. Я прошу быть внимательными. Я попрошу сестра Наталья Дронь, встаньте, пожалуйста. Вот посмотрите на эту сестру, а рядом муж, кстати, Юра Дронь, встань, чтобы тебя тоже увидели, чтобы поняли, чья она супруга. Вот эту сестру мы заочно в ее отсутствии, я объявлял на членском собрании, приняли в наши члены церкви. Она прибыла к нам с Украины, из города Черновцы. Пожалуйста, если у кого-то к ней есть какие-то вопросы, хотя я сомневаюсь, что они есть, можете подойти и задать. Представляем вам ее, ну, вот те, кто не видел и немножко переживал на членском собрании. Вот эта сестра Наталья. Присаживайтесь, пожалуйста. Прошу сюда пройти двух молодых людей. Пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Сестру мы знаем. Сестру зовут Олесей, фамилия Карнута, и она является членом нашей поместной церкви. А вот брата, наверное, мало кто знает, хотя в зале есть родственники. А брата зовут Сергеем, и фамилия его Ляшенко. Он из другой церкви, из какой мы все расскажем вам на членском собрании ближайшем. Сергей уже делает шаги и будет, надо полагать, членом нашей поместной церкви. Но вот мы представляем... Можно, чтобы вы поближе чуть-чуть подошли? Вот мы представляем этих двух молодых людей женихом и невестой. Состоялось, официально состоялось сватовство. Родители с обоих сторон благословляют их на этот шаг. И мы рады представить их женихом и невестой. И очень приятно видеть улыбки на ваших лицах. Я хотел сказать немножко. Вот осень подходит, зима подходит. Молодые люди, это время вам определяться. Мы очень ожидаем, что много будет вот таких молодых людей, кто будет сюда подниматься. Итак, вы жених и невеста, помните об этом, храните себя. Хотя у них очень серьезный подход ко всему, это радует. И давайте мы коротенько за них помолимся. Я попрошу, чтобы Сергей помолился, и я, наверное, помолюсь под Иисусом. Господи, слава Тебе за эту милость, которую Ты посылаешь мне до всего часа, до всего места, что я имею возможность сейчас стоять перед Тобой и благодарить Тебя за все Твои милости. Благодарю Тебя за Олесию, которую Ты даровал мне. Я одно прошу счастья в данный момент. Благослови нас в этой жизни, Господи, так, чтобы мы поступали благоразумно, чтобы Ты прославился в нашей жизни. А за все Твою милость и благость, Отец, им дусь Твоя. Аминь. Аминь. Отец Небесный, я тоже сердечно благодарю за Сергея, за Олесию, что они приняли это решение создать семью, что подходят очень серьезно к этому вопросу. Я тоже прошу Тебя, благослови их во всем. Благослови во всей подготовке к предстоящей свадьбе. Да будет Твоя милость над ними. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь, братья и сестры. Приятно делать такие объявления, правда? Следующее. Молитвенники, кто участвует в круглосуточной молитве, и братья и сестры, те, кто будет участвовать в сентябре, пожалуйста, сразу после собрания пройдите сюда вперед. Вот здесь брат Владимир Михайлович, он вам раздаст молитвенные листочки. Еще одно объявление, братья и сестры. Значит, Самойленко Петр просит объявить. Во вторник возобновляются репетиции духового оркестра. И он приглашает тех, кто играет на каких-то музыкальных инструментах, духовых, но еще не присоединился к оркестру, присоединитесь. И у них особая нужда во флейтистах и кларнетистах. Поэтому, может быть, кто-то занимается на флейте или на кларнете. Пожалуйста, после собрания подойдите к брату Петру. Братья и сестры, одно объявление, ну, наверное, не очень приятное, но я очень хочу его сделать. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно те, у кого есть детки. Вы знаете, что мы сейчас ведем активную работу, чтобы в кратчайшие сроки у нас была построена воскресная школа и русская школа. И, поверьте, вот темпы, которыми мы идем, достаточно быстрые, если сравнить, как это происходит у других. Мы действительно стараемся. И мы надеемся, что вот за этот год у нас все, ну, за учебный год, который приходит, у нас все будет сделано. И кто был на членском собрании, вы знаете, что мы на вот этот год сделали академический отпуск для занятий. и в русской школе, и в воскресной школе. Хотя сейчас мы так подумали, что старшие группы и в русской воскресной школе, они все-таки пройдут этот год. Академический отпуск для всех остальных. Ну, вот интересная деталь какая, братья и сестры. Знаете, мы живем в таком месте, где много церквей. И я вам еще скажу, к сожалению, порой вот бывает, может быть, это даже как-то абсурдно выглядит, но есть церкви, которые вовсе не против пополнить, ну, так сказать, своих членов за счет других церквей. И я сейчас, ну, имею такую информацию, к сожалению, что вот на этой почве, что мы отменили нашей школы, есть люди, которые пытаются, ну, каким-то образом влиять на наших членов церкви. И, ну, я лично вижу это какой-то лукавой работой, когда, знаете, прям с распростертыми объятиями зовут, добро пожаловать, лукавство. Самое настоящее лукавство. Я хочу вам сказать, братья и сестры, ничего не произойдет с вашими детьми за этот год. И даже вот, если они будут в собрании этот год, может быть, пользы даже больше будет. Поэтому я прошу вас, не ведите вы ваших детей записывать куда-то в другую школу, в другую церковь. Дети ваши будут учиться, и вас, по ходу, будут обрабатывать там. Не нужно этого делать. И я вам скажу, когда к вам вот подходят с такими идеями, не бойтесь обличать. Я с некоторых пор стал обличать и говорить, слушай, ну, у вас ваша община, ваши планы, а у нас наша община и наши планы. Поэтому благослови Господь и дай вам много мудрости. Извиняюсь, что должен был сделать это объявление. На неделе у нас все служения без изменений. В четверг молитвенное собрание в 10 утра. В пятницу мы продолжаем исследование книги Бытие. И в воскресенье в 10 утра и в 5 часов вечера служения. И будет вечеря Господня, воспоминания, страдания Иисуса Христа. Поэтому, пожалуйста, будем готовиться. И в следующее воскресенье на утреннем служении будет молитва о детях, о начале учебного года. Поэтому, пожалуйста, обязательно приводите деток. Забегая немножко вперед, через неделю у нас будет праздник жатвы. Не в следующее воскресенье, а через неделю, 14 сентября. И служение у нас состоится с 9 часов утра. Братья и сестры, возьмите, пожалуйста, на заметку. Через неделю служение состоится с 9 утра. У нас будет только одно собрание, а после мы церковью отправляемся, переодеваясь, отправляемся в Луисвилл парк. И продолжение этого дня у нас будет на природе, где будет обед, где будет общение. Поэтому, пожалуйста, уже возьмите это на заметку. Через воскресенье служение на 1 час раньше, чтобы побольше было времени в парке. И сегодня, с часу дня молодежное собрание, с 5, как обычно, наше второе служение, и в 4.20 состоится спевка первого хора. На вечернем служении после первой проповеди будет происходить регистрация деток в детский хор. Поэтому, пожалуйста, папы, мамы, отметьте, наверное, мы еще объявим об этом во время служения. После первой проповеди вечером будет происходить регистрация деток в первый хор. Дети от 6 до 12 лет. Со следующей недели, не сегодня, со следующего воскресенья возобновляются спевки мужского хора. Поэтому, братья, пожалуйста, летние каникулы закончились, настраивайтесь на служение. И просьба от регентов первого хора. У них большая нужда в музыканте. Если есть пианист среди нас, так сказать, есть, но не вовлечен еще в служение, пожалуйста, подойдите к брату Дмитрию Толмачеву. И наша молитва. Молитвенные благодарности и просьбы. Очень много благодарности, и это радует. Братья и сестры, я благодарю всех, кто молился о моей поездке с церковью благодать. Они пригласили меня на молодежный лагерь и выжили как лимон. Я вам так скажу. За эти три дня я напроповедовался, наверное, на два месяца вперед. Я очень благодарен, что Бог вообще-то дал силы. Я даже сам был удовлетворен этой поездкой. И благодарю всех, кто молился за меня. И также Назаровы, семья, благодарят за благословенную поездку в Россию, в Сибирь. Слава Богу, что вы вернулись. Также родители благодарят за Семчук Николая. Каждое собрание приходила записка, что Бог сохранил его жизнь. А теперь пришла записка, что благодарят. Оказывается, Николай был на войне и вернулся с войны живым, здоровым к семье. Да, поэтому стало понятно. До этого было как-то непонятно. Мы, конечно, будем благодарить и молиться за Николая. И также благодарности Виктория Прищенко. Ей гораздо лучше с ногой. Она благодарит, что мы молились. Просит помолиться о полном выздоровлении. Также сестра Людмила Николаевна, моя мама, благодарит за благословенную операцию, которая у нее прошла. Слава Богу. И Петя Серд благодарит за то, что мы молимся за него. Большая просьба продолжать молиться. Также дни рождения. Серд Лина. Ей пять лет. Она сегодня выходила вперед. Записки передавала. Мы помолимся, поблагодарим. И также Каушнян Максим. У него день рождения. Родители и Чешевы, и Каушняны благодарят за него и просят помолиться о благословении. И просьбы, братья и сестры. Знаете, особой нуждой остается Украина. Очень неприятно все, что там происходит. И не будем ослабевать в молитвах. Также большая просьба, чтобы мы продолжали молиться за документацию по строительству, чтобы мы могли как можно быстрее начать стройку. И несколько просьб. Позвонил Петр Николаевич Крышко. Он отправляется в Россию в эти дни. И очень попросил, чтобы мы помолились за него. Мы обязательно помолимся. Также родители просят помолиться за сына. Он очень нуждается в работе. Сестра Наталья просит помолиться за нее. Очень высокое давление. Помолимся, чтобы Господь поддержал, укрепил. И также просьба помолиться о Валерии после операции о полном выздоровлении. И за Павла, чтобы Господь помог ему прийти к нему и оставить греховный образ жизни. Просят помолиться за предстоящую поездку семьи и благополучное возвращение. Помолимся. Встанем для молитвы. Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты благословил это служение и Духом Твоим святым пребывал с нами. Благодарим за каждое участие братьев и сестер. Благодарим за пение хора. Благодарим за слово проповеди, наставления, которые звучали. Слава Тебе! Помоги, Господь, чтобы вот это слово мы могли сохранить в сердцах и чтобы оно производило действие в нашей жизни. Отче любящий, мы сердечно благодарим Тебя вот со всеми, кто передал записки благодарственные. Ты видишь и тех, у кого дни рождения, слава Тебе. Ты видишь, Господи, тех, у кого состоялась операция, в частности, мою маму Ты уврачевал. Я очень благодарен Тебе. Господи, Ты также благословил и поездки. Мы очень-очень благодарны Тебе. Особенно хочу поблагодарить за Николая, которому Ты сохранил жизнь. Господи, будь милостив и помоги, чтобы он всем сердцем к Тебе обратился. Мы благодарим Тебя с именинниками, благослови их на Новый год их жизни. И Ты видишь также просьбы. Господи, Ты знаешь, кому предстоят поездки, какие-то перелеты. Господь, храни в Твоих руках и дай полное благополучие. Господи, Ты видишь тех, у кого есть сложности со здоровьем. Петя Серд, Вика Прищенко. Будь милостив к ним и уврачуй их. Мы очень просим Тебя, Господь, чтобы Ты также благословил и сестру Наташу. Ты видишь, что у нее большие переживания, высокое давление. Выйди навстречу и подкрепи ее, уврачуй ее. Мы молим и просим Тебя, Господи, услышь каждую молитву. Благослови Петра Николаевича, когда он поедет в Россию. И наша просьба к Тебе, чтобы Ты мог его уврачевать. Сейчас распусти нас с Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим!